Микс Ньюс Доброта Гость в студии Здравствуй, мил человек Проходи, гостем будешь Выпьем, закусим О делах наших скорбных покалякаем Гость в студии И вот я хочу сразу сказать Что когда обычно я оформляю С гостями анонсы всех программ И очень легко найти Ну фотографии политиков Там есть всегда портреты Политик обязательно стоит в какой-нибудь портретной позе Я захожу на вашу страничку в фейсбуке Чтобы найти портрет И вижу как меняется человек Когда он уходит в основном с друзьями В каких-то непринужденных Позах Сидя на диванчике Нет такого официальности Она ушла Чувствуешь как человек меняется Наверное Уходя из политики Но тем не менее Предпринимательство Скажите пожалуйста И имеет ли оно общее с политиком Когда человек все-таки Руководил большим огромным Ведомством в государстве То есть вот Эти навыки они пригождаются Когда Конечно в моем случае После того как я руководила Двумя такими очень Особыми министерствами После них уже Мне ничего не страшно Как я говорила Прошло уже 8 лет Как я не в политике И за эти 8 лет Я наконец-то уже отдохнула От политики Да потому Может мои фотографии Выглядят по-другому Как это было раньше Конечно Легче принимаются решения Легче руководить коллективом Поскольку Например Министерство Внутренних дел В общем По всем службам Было 15 тысяч человек За которых я отвечала Да Сейчас я отвечаю За 50 своих сотрудников И за своих клиентов Которые Приезжают к нам в гости Это совсем другая сфера Сначала было трудно Привыкнуть Что я не работаю В репрессивной структуре В репрессивной структуре Гостеприимная Да Но вот с годами Привыкли И успешно работаю А вы Продолжаете следить Активно за политикой Или вот Вы закончили и все Не хочу даже больше Видеть это Какое-то время Я следила активно Поскольку я еще Состояла В партии Вену Атыб Из которой Я была Министром Стала Но как Создавали Яну Вену Атыб Я ушла Из этой партии Поскольку Это уже не то Формирование В которое Я пошла Вместе Со своими коллегами В политику И я решила Уйти из активной Политики Вместе Вместе с тем Конечно Я слежу за политикой Особенно За теми Министерствами В которых Я работала Потому что Меня это Интересует Это Большая часть Моей жизни Но Бывают ситуации Когда просто Хочется выключать Телевизор Или даже Не смотреть на то Что происходит И часто Такие ситуации Бывают То есть Вы лучше понимаете Тех людей Которые критиковали Ваше правительство Когда вы были Я считаю Что наше правительство Было намного лучше Конечно Чем сейчас И мы работали Совсем в другое время Это было кризисное время Да И нам было Очень трудно работать Так что Критики было Много и каждый день Потому что Не было популярных решений Все решения В принципе Были непопулярные Поскольку мы сокращали бюджет А сейчас Я смотрю По бюджету Что происходит Это По сравнению С тем временем Прошло 10 лет Очень странные вещи И многие непонятные вещи Ясно Почему люди критикуют Правительство Ясно Почему они будут Вот например Завтра Протестовать Против Кстати А вы поддерживаете Медиков В этих протестах Да конечно И я говорила С врачами Знакомыми Которые Ну просто Хотят работать И никогда Как бы не протестовали И делали свое дело И не хотели вообще Углубляться В эти вещи Но они сказали Что да Это первый раз Когда они тоже Пойдут протестовать Надеюсь Что Их будет больше Чем раньше И может быть Кто-то заметит И это поможет У нас есть Прошу прощения У нас есть звонок В студии Давайте мы сразу его примем Если вы наденете наушники Чтобы услышать Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Линда Доброе утро Очень Очень приятно Вас слышать на радио Вопрос вообще Будет не связан Ни с политиками Ни с бизнесом Он скорее даже Личного Такого характера Определенно Время назад Мы с вами тренировались В одном спортклубе Без всякой рекламы И мне всегда Импонировало Как вы С каким отношением Подходите к спорту И всегда Нравилось Наблюдать За вами Как вы тренируетесь А вопрос Какой Продолжатель Вы сейчас занимаетесь Спортом Без рекламы Клуба Конечно Спасибо Мы ценим Что вы не стали Рекламировать клуб Вот такие вещи Которые мы бы Как журналисты Вряд ли бы узнали О вас Очень приятно Слышать Конечно Я занимаюсь Спортом Но уже не в Спортклубе Я играю Теннис Бегаю По трампу Вечерам Как получается Но Думаю о том Что надо вернуться В спортклуб Так что Вы можете ждать Скорой встречи снова С нашим слушателем Да Ну так Может быть Возвращаясь Немножечко все-таки В политику Насколько вы считаете Могут помочь Вот Насколько люди Более стали Может быть Активные В своем выражении Недовольство И могут ли Вот какие-то Именно вот Такого рода Протесты Заставить политиков Все-таки Ну выполнить Свои обещания Поскольку они же Обещали перед выборами И это очень Ну действительно Некрасивая ситуация Когда люди чувствуют Себя обманутыми Но это не только Обещания Это закон Который они не должны Исполнять Думаю Что если Достаточно Много народу Будет возле Парламента То депутаты Хоть должны Будут Общаться с ними Объяснять Что происходит По Высказываниям Политиков Я вижу Что они Вроде бы Ищут Решение Но очень Как бы Неактивно Единственный Который Что-то Реально Сделал Чтобы Найти Какие-то Деньги В бюджет Это был Министр Иностранных Дел Который Отложил Строительство Посольства В Австралии Таким образом Сэкономив Полтора Миллиона Евро Который Он Считает Что можно Посвятить Зарплатам Врачей Конечно Это очень мало Но как он Сам сказал Что это Больше Чем ничего Думаю Что Это хороший Метод Пересмотреть Свои хозяйства И эти деньги Найти Потому что Мы знаем Что это Самая такая Болезненная Сфера Сейчас у нас Раньше Это было Министерство Нутренних Дел Но там Сейчас Более-менее По бюджету Не более-менее Очень хорошо По бюджету Как я смотрю Но Медикам Живется Хуже всех Особенно Медсестрам Как доктора Говорили Что они Еще более-менее Могут Но Медсестрам Все Зарплаты Очень Плохие И потому Доктора Будут Идти Даже Не за себя Постоять А за Своих коллег Возле парламента Я считаю Что да Политики Должны Слушаться И исполнять Не только Свои обещания Но законы Которые приняты Завтра Кроме медиков Сразу Точнее После пикета Медиков Будет еще Пикет Противников Территориально Административно-территориальной Реформы И они даже По времени Немного перекликаются Потому что Вот этот второй пикет Они хотят прийти Немножко раньше Чтобы поддержать И медиков И у меня такой вопрос Вам это не напоминает Немножко 2009 год 13 января Точнее Потому что это будет Большое количество людей Сейчас на фейсбуке Своё участие Подтвердило В протестах медиков Уже больше Тысячи людей И еще больше Двух тысяч людей Говорят Что возможно Придут Это только те Кто в социальных сетях Отметились Плюс еще Предполагается Несколько сотен людей На протест Самоуправление То есть это Несколько тысяч людей Это пожалуй Самые большие протесты После 2009 года Да Я об этом думала Потому что То тоже получился Что был предкризисный период И то что меня пугает Может быть это тоже Предкризисный период Когда правительство И парламент Просто боятся сказать Что будут проблемы И не работают на то Чтобы предотвратить кризис А работают на то Чтобы просто где-то Сокращать деньги в бюджете И излить людей Я думаю Что не только Вами указанные сферы Должны протестовать Но есть еще Очень многие проблемы Как например Педагоги Педагоги Да Которые тоже говорили Что возможно Возможно Они тоже будут протестовать Потом Те вещи Которые Парламент Делает При бюджете Они очень неправильные Они Ну как бы Злят людей Они даже Меня Злят Потому что Например Безработицы Пособия По безработице Если Парламент Решил сократить Пособия По безработице Только Из-за того Чтобы сэкономить Деньги В бюджете Не думая По деньгам По месяцам То это Неправильно Так что Эти Законы Которые Они меняют Ухудшая Ситуацию Жителей Латвии Они Очень Неправильные Неправильные Решения Вы Как предприниматель Наверняка Испытываете Такое Я понимаю Давление Налоговое Время Именно Те люди Которые Несут Бюджет Страны Огромные В принципе Поступления Насколько Вам Кажется Что Все Какой-то Государственной Мудрости Нового Правительства Хватает Только На то Чтобы Повышать Налоги Мы Видим Все Время Нет Денег Давайте Найдем Еще Какую-то Возможность Обложить Налогом Людей Это В принципе Что Это Нежелание Что-то Придумывать Изобретать Пытаться Стимулировать Людей Может быть Эффективнее Работать Это Нежелание Действительно Эффективнее Работать Это Нежелание Находить Деньги Ресурс Уже В нынешних Бюджетах Потому что Они там Есть Их там Можно найти Это Решение Такое Быстрое Решение Проблем За счет Других Другие Это Могут Разозлиться И многие Уже Разозлились Да Не платят Налоги Как мы знаем Ну что Неправильно Что Меня тоже Возмущает Или уезжают Отсюда Или Увозят Свой бизнес Другие Страны Я Как Предприниматель Очень Большие Налоги Плачу И Государству И Рижской Думе Поскольку Мы работаем В Риге Мои сотрудники Очень Многие Декларированы В Риге И Была ситуация Я публично Спросила Что Мне будет За то Что Я Каждый Год Действительно Плачу Эти налоги В общей Сложности Где-то Более Трехсот Тысяч Очень Большая Сумма В году Кто-то Мне ответил А ты Попробуй Не заплатить Тогда Ты увидишь Что будет Так что Пока Я плачу Мне за это Ничего не будет Все в порядке Но далее Витт дал Какой-то Диплом За то Что Бронзовый Статус За то Что мы Платим Налоги Но это И это Бронзовый Статус Дает Ну Бумажка Такая У нас И все Даже не Медалька Нет Бумажка Просто Но мы Посмеялись Да Что у нас Сейчас Хоть бумажка Есть Мы видим Что мы Платим Налоги Да Но Как только Мы хотим Решать Какие-то Проблемы Или в Государстве Или в Рижской Думе То Ну Мы их Решаем Сами Как Можем Или не Решаем Остаемся Со своими Проблемами То Что Сделало Например Предыдущее Правительство Финансовое Министерство Да Это Вообще Была Довольно Большая Проблема Для всех Предпринимателей В основном Для Бухгалтеров Наш Бухгалтер До сих Пор Каждый Месяц Вспоминает Министра Финансов Поскольку Чтобы Посчитать Зарплаты Людям Каждому Сотруднику Примеряется Отдельная Ситуация И Каждому Считают По-другому И Никогда Никто Не знает Сколько Он Получит И Бухгалтер Должен Не как Раньше Одна Схема Для всех Да Там Какая-то Для каждого Другая Каждый Месяц Очень Большие Проблемы Что Значит Что Мы Тратим Ресурс На Это Да Платим Налоги За это Чтобы Мы Могли Решать Свои Проблемы Так что И Предыдущее Правительство Для Предпринимателя Сделало Очень Многие Такие Большие Проблемы 672 12 93 9 672 13 93 9 Телефоны Прямого Эфира У нас в гостях Эксминистр Внутренних Дел Латвии Эксминистр Обороны Латвий Предприниматель Уинда Мурница И у нас Очередной Звонок Наденьте Пожалуйста Наушники Доброе Утро Доброе утро Вы как крупный налогоплательщик Если не дай бог вы станете безработным Вы получите ноль Вы же должны это знать Что предприниматель В этой стране не получает ничего Вот это вот самое интересное Потому что мы обо всех заботимся О тех кто действительно делает Кассу для этого государства Ноль Заботы А в целом Конечно же будет большой кризис И конечно же все к нему морально уже готовятся А предметник большого кризиса Всегда было сокращение Пособие по безработице Если мы возьмем предыдущий кризис Именно так правительство и действовало И правительство не может заявить народу О том что впереди будет кризис Потому что это ухудшее настроение Финансовое государство Поэтому оно себя так и ведет И все эти акции Ни к чему не приведут Действительно надо готовиться к худшему И если мы наберемся терпения То примерно через полтора года Это будут очень хорошие зарплаты И у медиков И у учителей А по сегодняшним меркам Они конечно же маленькие Спасибо Ну только скорее комментарий Я не знаю согласны ли вы Нет но я хочу сказать Что ну как Я как предприниматель Получаю зарплату За которую я плачу социальный налог Из этого социального налога Я должна получать пособие по безработице Если я вдруг остаюсь без работы Так что что-то я получу конечно Не то что я заработал Но что-то я получу По тому что правительство не может сказать Что будет кризис Да конечно Но правительство может делать накопление Что наше правительство не делало никогда Я помню и кризис Девятого года Когда эстонское правительство Предлагало нашей стране Ададзе А мы поскольку У них были большие накопления А мы постоянно живем в минусе Мы постоянно живем в минусе Конечно он регулируется сейчас После девятого года После того кризиса Но все равно у нас минус Вместо того чтобы делать накопление На ситуацию Когда действительно Опять будут проблемы Вы до этого уже говорили Про забастовки медиков Что это закон И закон нарушать нельзя Как вам кажется Сейчас выглядит так Что несмотря на все забастовки Не будет найдено еще Там не хватает на данный момент Если не ошибаюсь 80 миллионов евро Из того что было обещано Если они не будут найдены Это получается закон будет не выполнен Кто за это должен понести ответственность Министр здравоохранения Депутаты Сейба Или никто В принципе Я смотрела Что министр финансов Вчера по-моему Говорил Что деньги где-то Должны найти Но неизвестно где Перед забастовкой Может быть он Так и говорил Да Но тоже это не так очень Как бы успокаивает Что не знает Где эти деньги найти В принципе ситуация Очень плохая Потому что Вы спрашиваете Потому что Ну ясно Что в нашей стране Политик не несет Личной политической ответственности Да Это только на словах И за это ничего не будет Да Потому что Закон по бюджету Даже невозможно Сотверсия 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 Так что Юридическое решение Нет Но в то же время Я хочу сказать Что у нас есть президент Который может Повлиять на Эту ситуацию Опять вспомню Девятый год Когда министром Был Валдис Даттлер Сотверси Президентом Президентом Вы сказали Министром Президентом Который Принял решение Руководить Заседаниями Кабинета министров Несколько раз И конечно Министры По другому Тогда уже Относятся И к бюджету И к заседанию Кабинета министров По бюджету Когда мы Когда мы Дискутировали Президент Очень отчетливо Сказал Что он ждет От правительства Правительство Очень отчетливо Понял Что Их можно уволить В тот момент Да Если они Будут Делать Неправильные Решения То же самое Относится К парламенту Единственный человек Который в этой ситуации Юридически Может что-то решить Это президент Вот несколько раз В нашем интервью Уже прозвучало Вот слово Честность Вот По отношению К политике Вот насколько По вашему мнению Просто Сама система Вот Существующая Выбора Выборов Она как будто бы Предусматривает То что политик Должен все время Чуть-чуть больше Обещать Чем может выполнить Иначе просто Его не изберут Вот насколько Честность Возможно В современной политике Насколько можно Действительно Говорить Принимать Непопулярные Решения И вот Говорить о том Что да Будут тяжелые Времена Но просто Нужно к ним Быть готовыми Нужно принимать Вот какие-то Такие решения Могут не понравиться Какой-то части Населения Я работала В такое время Когда не было Возможности Давать Каких-то Обещаний И надо было Действовать С тем бюджетом Который Есть И это Конечно Зависит От конкретных Людей Которые работают Нигде в законе Не написано Что ты должен Говорить Например Что Так как есть Да И не Стараться Выглядеть Лучше Ну У меня Такой особый Пример Тому Что я всегда Говорила Как есть И регулярно За это Получала По голове Потому что Говорила Как есть И как будет А получали По голове От коллег Или от избирателей От коллег И от избирателей И от подчиненных Нельзя так учесть В политике И от журналистов Как в какой ситуации Да Так что От всех В принципе Иногда Но Я сделала Очень Много Потому что Он говорил Вот будет так И мы будем Действовать Так Это мое Решение И мы не можем Ничего Изменить То что Я считаю Что политики Неправильно Делают Вот это Закон По финансированию Партии Да Это по-моему Тоже такая вещь Которая Злит народ Очень Потому что Ну как-то Раньше Жили без Этого Финансирования И то Что они Сейчас Делают Этим Законом Они Отчетливо Говорят Что они Полностью Зависит От спонсоров Да Ну они Своё Увеличивают Да Они Не так как Борданс Говорит Что мы Думаем О тех Которые Неизбраны Да Ну ясно Что о себе И если Они так Хотят Очень Увеличить Это Финансирование Это значит Что они Признают Да Мы Зависим От своих Спонсоров Это Как-то Некрасиво Выглядит И то Что они Зависит От своих Спонсоров И то Что Они Думают О себе При том Что Вот например Сейчас Это был Очень Хороший Шаг Отказаться От этого Закона И все Эти Деньги Перекрепер Кинуть На бюджет Но там 5 миллионов Евро Это тоже Ну полтора миллиона В Австралии Которые Не будут строиться Вот так И можно Собрать Мы так И делали Что Мы сидели За столом Каждый Смотрел Свой бюджет И каждый Отдавал Тому Кому Было Труднее В тот Момент Ну Свою Какую-то Сумму Денег Которые Он мог Пережить Ну Как Как Ненужную В тот Момент И Думать Об этом Дальше Ну поскольку Мое министерство Было такое Очень самое Болезненное Где не было Никаких Европейских Денег И не было Никаких Возможностей Найти денег Внутри Кроме Зарплат И очень Таких Болезненных Решений То Многие Министры Просто Смотрели По своим Бюджетам Отдавали Деньги Мне Чтобы Мои Сокращения Были Меньше И мы Таким Образом Работали И находили Деньги Если Каждый Найдет Полтора Миллиона Там Пять Миллионов Или Еще Где-то Вот Например Недавно Тоже Я видела Что 400 Тысяч Хотят Выделить Для Улучшения Чековой Лотереи Это вообще Очень Цинично Какая Чековая Лотерея Когда У нас Очень много Приоритетов Очень много Проблем Это уже 400 Тысяч Вообще Выкинутых Денег Вот Кстати Говоря Про деньги Меня Например Очень Действительно Разозлило Хотя Был бы Символический Жест Повышение Не находятся Деньги На повышение Зарплат Медикам Но тем Не менее Повышаются Зарплаты Депутатам Сейма Даже На канцелярию Министа Президента Увеличиваются Расходы То есть Не было Либо Более Ну Может быть Даже Просто Каким Широким Жестом Может быть Ну Просто Моральное Право Было У Правительства Говорить Мы не будем Повышать Зарплаты Но Мы просим До тех пор Пока мы не решим Вот Ваши проблемы То есть Это Не спасло бы Положение Понятно Но Это было бы Ну Хотя бы Дало бы Какое-то Моральное право Просить Медиков Подождать Конечно С того Надо начать И Опять Вернемся В девятый год Мы Заморозили Свои Зарплаты И жили На те деньги Которые у нас Тогда В зарплатах Были Сейчас Зарплаты Министров Увеличились Втрое С тех времен Также Зарплаты Депутатов И Расстраты На президентскую Канцелярию Они увеличились Втрое Или Ну Не знаю точно Но Втрое Это очень такая А может быть Правильная цифра Так что У них хорошие зарплаты По сравнению С тем временем Так что Ну Никто бы Очень не пострадал Конечно Да Не было бы Очень большой Суммы В бюджете Ну да Это было бы Моральное право Сказать Вот Мы начнем С себя И депутаты И И министры И Ну Как бы Вместе Думаем Как решать Проблему Они каждый 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 Отворачивается От этой Проблемы Я видела Пример Как бы Тоже Сказал Что Может быть Стоит Изменить Законы По которым Надо что-то Увеличить Жителям Отдельным Сферам Да Ну Если Не можем Выполнить Эти законы Да То надо их поменять То давайте Меняйте Эти законы Это примерно Как Дорожные Правила Да Ну Вот Кто-то Не Не Нарушает Дорожные Правила Давайте Отменим Их Да Потому Что Они Нарушают Люди Да Это То же Самое Делает Правительство Давайте Отменим Законы Потому Что Мы Их Не Можем Исполнить У нас Очень Много Звонков Давайте Мы еще Один Примем Здравствуйте Доброе Утро Здравствуйте Скажите Госпожа Ксминистр Вот Вы Такая Радостная Сегодня А знаете Вот Почему-то Вы Обзавелись Недвижимостью Гостиницей В центре Редины Без помощи Вашего Бывшего Поэтому Вас И КНАП Не трогает Вы Работали В одной Конторе Может Сейчас Тронет Спасибо Мне Заодно Интересно Которая Гостиница Я обзавелась Ну Конечно Да Это Странный Звонок Потому Что У меня Сотрудник Который Работает И Получает Зарплату Своих Работодателей Давайте Мы Вернемся Вот к чему Вы в самом начале Не Нет Вы в самом начале Разговора Сказали Что Вам Кажется Что Нынешний Сейм Работает Намного Хуже Чем Сейм В которых Вы Были Как В чем Именно Это Проявляется Знаете Как В политике Обычно Говорят Что Ну Так Как Если Выглядит Плохо То Это Плохо Это Выглядит Плохо Уже Год Подряд Уже Сначала Как Он Был Избран Все Началось Уже С первого Дня Постоянные Какие-то Скандалы Постоянные Ругательства Между собой И мы Видели Как Правительство Невозможно Было Создать В нормальные Сроки Которые Должны Были Создавать Это Правительство Конечно Трудно Но Всем Всегда Парламентам Было Трудно Создавать Правительство Но Так Очевидно Что Каждый Пытался Себе Какие-то Привилегии Из этого Вытянуть Каждой Партии Это было Очевидно Это было С первого С первого Момента То Что Сейчас Происходит Тоже Ясно Что Они Понимают Что Правительство Может Пасть Если Кто-то Из Из Правительства Выйдет И Потом Трудно Будет Создать Новый При этом Раскладе И Получается Что Некоторые Партии Могут Просто Шантажем Заниматься Что Они Делают И Это Очень Очевидно Это Очень Очевидно Что Вот Дайте Мне Строительство Тюрьмы В Леопае Тогда Я Буду Голосовать За бюджет Там Уже 20 Миллионов Как мы Знаем Были Запланированы Или Другие Другие Такие Ну Как Детские Выходки Дискуссии Политические Которые Происходят В парламенте В основном В партии Коснутая Клатвия КПВЛВ Там Половина Уже Фракции Вышла По-моему Даже Уже Фракции Нет Это Выглядит Очень Неправильно И Люди Которые За них Голосовали Не знаю Как Они Могут Себя Чувствовать Но Дискуссия Между Собой Политическая Вообще Никакая Ну Как Б Парламент Должен На трибуне Дискутировать Интеллигентно Хотя бы Не обзываться Там между Собой Да Или мы Видим Ситуации Когда Человек Ну Не знаю Уснул В парламенте Или Когда нет Руководителя Парламента То Ее Заместитель Перенимает Руководство Заседанием Да Но она не знает Что говорить Она наверное Очевидно Целый год Просто спала там Рядом Или что-то Заснувшая Делала И когда Ей надо Руководить Заседанием Она просто Не знает Что сейчас Делать Что говорить Как дать Слово Другим Да И ну Ясно Что этот Парламент Ну Он Непрофессиональный Непрофессиональный И Ну конечно Есть там люди Которые знают Что они там делают Которые в комиссиях Отлично работают Но их как-то Не так Очень показывают По телевизору По вечерам Как тех Которые Не умеют Себя вести Правильно И Исходя из этого Вы кстати Сказали Что вы Вышли тогда Из политической партии Вену Типа Потому что Вот Яуна Вену Типа Вам казалось Другим Сейчас В партии В Сейме Пардон Есть какая-то Партия Которая Вам близка По своим Убеждениям Политическим Ну если вы Меня спрашиваете Смогла бы Я вернуться В политику В составе Какой-то Партии То нет Ну или проголосовать Хотя бы То нет Проголосовать Конкретно За тех людей Которые там Сейчас Работают Я голосовала За Атысты Байпара Это была партия Которая Мне в тот момент Казалось Что Ну что-то Новое Что-то Демократическое Что-то Другое И как бы Наверное Они единственные Которые тоже Ну До сих пор Ведут себя Прилично Я бы сказала Они обзываются Между собой И Стараются Следить за политикой Они делят Что-то между собой Но это Тоже Зависит От конкретных Людей Я знаю Вот например Саскане Многих людей С которыми Я вместе Работала Очень высоко Их ценю Так что Я наверное Из тех людей Которые считают Что В нашей стране Наверное Мажоритарная Система голосования Была бы Решением Когда ты можешь Голосовать За того Кого ты хочешь А не за Конкретный список Потому что Мы видим Что в каждой партии Есть очень хорошие люди И в каждой партии Есть люди Из-за которых Стыдно голосовать А большое количество Многопартий Это является ли Проблемой страны Когда Ну вот Возникают действительно Ситуации Когда Такое лоскутное Правительство Которое не может Договориться между собой Да Это вот Есть та самая Основная проблема Когда столько Много партий То Невозможно Между собой Договориться Все хотят Быть при власти И чем больше Партий Формирует Коалицию Тем больше Проблем Как сейчас Мы в правительстве Видим То В принципе Там Постоянно Голосование Происходит Какие-то Против Кто-то Голосует Других Там Вчера я смотрю Министр внутренних дел Единственный Проголосовал Против Чего-то Да Ну Это же можно Договориться До того Голосования Что кому не нравится И не показывать Это публично Если есть какие-то Внутренние Внутренние Разногласия Да Потому что Правительство Должно работать В команде Поддерживать Друг друга Работать в команде И помогать Да Но если ты Сидишь за одним столом С людьми Которые сидят Рядом Или демонстративно Выходят Из зала Или голосуют Против Да То это Очень неправильный Сигнал И людям Которые это Видят Вам не кажется Вот и как раз Исходя Мне кажется Я почти всем Нашим политическим Гостям задаю Такой вопрос Что коалиционная Вообще система Она немножко Себя изживает Вот как раз таки Вот это правительство Оно показывает Что пять партий Это слишком много Для коалиции И немножко проще И логичнее Голосовать По каждому вопросу Отдельно Особенно когда в коалиции У нас такие разные партии Как новые консерваторы И либеральные Атысты и Байпар Ну да Ну нет Нет метода Наверное сократить Число партий Ну тогда надо Нет Ну тогда просто Отказаться от коалиции А вот у нас есть вопрос Там не знаю По зарплатам медиков Вот у нас Делится так партия Исходя из своих Политических убеждений А не исходя из договоренностей Каких-то сделок Между собой Ну да Я бы тоже Думала Что это договоренности Да Которые не всегда Не всегда Очень понятны Как например Кстати Саскани по-моему Хотела сделать Парламентарист Комиссию Парламентарист Комиссии Комиссию Да Парламентарист Комиссии Расследование Как раз По зарплатам медиков Собрали подписи Хотели созвать Созвать Пленарное заседание И буквально Несколько минут Перед заседанием Отозвали свои подписи Почему Когда спросили Почему вы так сделали Ответили Что не обо всем Мы можем говорить громко А мы-то хотим Чтобы все говорили громко Об этом Рассказывали Почему отозвали То что Я как человек Который смотрит Со стороны Телевизора Думаю Что Есть какая-то договоренность О которой нам не рассказывают Наверное Даже это не в коалиции Получается В парламенте Ну да Согласен Что ты думаешь Что это какая-то договоренность Ты всегда думаешь Что это нехорошая договоренность Это что-то такое Что кому-то Что-то обещали Или в бюджете О чем-то проголосовать Что вот Сасканя может быть хочет Может быть Это и что-то хорошее Но тогда Должны сказать Да Вот нам обещали Проголосовать Там Я не знаю За что-то Что поможет Там В какой-то сфере Там выжить Да Но сказать что А мы не скажем Потому что Не скажем Это тоже неправильный ответ В политике У нас Еще один звонок Давайте мы успеем Мне кажется Его принять Доброе утро Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Ну Во-первых Конечно Комплименты За пройденный этап Хотя я не был фаном Вашей партии Госпожа Бывший министр Но меня сейчас Вопрос интересует Несколько В другом аспекте Вы четко Определили Приближается кризис Мы довольно четко Знаем Что порядка 84% Пенсионеров На грани бедности Это еще До кризиса Впереди далеко То есть Порядка Из 460 тысяч Пенсионеров Только 70 тысяч Могут выжить Кризис может быть Вы не видите Пути Решения Именно для стабильности Государства И правительства Скажем С этой массой Людей Работать В направлении Чтобы они Не начинали Бурлить Потому что Это становится Уже социально опасным Как государства Спасибо Спасибо Очень такой Обдуманный вопрос По-моему Пенсионеры У нас Самые такие Дружелюбные Дружелюбные Они не протестуют Они В своих Как-то Организациях Об этом Дискутируют Даже Я знаю Что Федерация Пенсионеров Идет Дискутировать В Правительство Ну в наше время Так было Когда бюджет Принимался Их Выслушивает Но да То что Должны делать Я знаю Что В суде С отверстием Сейчас Есть Возбуждено Дело По ГАЭМИ Которое Не соответствует С отверстием Да Это уже Один шаг На то Что Суд Если Возбудил Дело Это уже Реально Что Будет Это дело Рассматриваться И будет Какой-то Результат То Что Правительство Может Делать Конечно Увеличивая Пенсии Например Чисто Только Пенсии Без Без Каких-то Там Других Решений Это Была Опять Проблема В бюджете Потому что У нас Очень много Пенсионеров Которые Должны Были Получать Большую Пенсию Я думаю Что Те Пенсионеры Которые Могут Работать Им Надо Помогать Находить Работу Находить Какие-то Параллельные Занятия Чтобы Они Были Нужны Для Этой Страны И Таким Образом Они Внесли В свой Вклад И В бюджет Я думаю Что Они Хотели Это Делать И Нет Разницы В каком Возрасте Если Человек Чувствует Себя Хорошо Он Хочет Работать Хочет Быть Активным То Государство Должно Помогать Им Делать То Что Они Могут Делать Не Так Что Пенсионер Стал Пенсионером Не Может Найти Работу Даже Если Хочет И Эти Проблемы Все Комплексные Не Только То Что У них Маленькие Пенсии Так Что Это Должно Быть Такое Обширное Решение Проблемы В общем Спасибо Нам пора Закончить